Я провел небольшое расследование по поводу того, как так получилось, что в 2013 году вот эти все финансовые основы адвокатской деятельности, что дискурс постепенно стал меняться, согласно кодексу профессиональной этики, с благотворительного на экономический. И тут вот я провел расследование, знаете, у меня были сногсшибательные результаты. Я нашел виновника. Я нашел, это конкретный человек, который переключает аккуратно адвокатуру с благотворительности на экономику. Ну, может мои выводы не совсем правильные, но я их вам представлю, потому что это интересно, потому что через это можно проследить, как развивается адвокатура. И я сейчас покажу вам этого человека. Это Пилипенко Юрий Сергеевич, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Никто бы не подумал, я, по крайней мере, на него бы не подумал, что он, именно он, вот основатель, инициатор перевода дискурса с благотворительного на экономический. Я сейчас вам поясню, почему. Юрий Сергеевич, на моей памяти, у него был такой эпизод в его биографии. Ну, адвокаты, юристы, которые оказывают юридические услуги, делятся на два типа, условно, адвокатов и вольных юристов. Ну, вольные юристы, это вот те, которые в экономическом дискурсе больше. Они не признают официальную адвокатуру, у них там свои действия, это успешные юридические фирмы, они иногда не нуждаются в адвокатах и не хотят ими быть. И адвокаты с ними конфликтуют очень часто, ну, на уровне вот именно руководства адвокатской палаты. Так вот, Юрий Сергеевич в свое время назвал этих юристов амбарными мышами. Ну, это немножко обидно, но я думал, что он вообще очень отрицательно смотрит на экономические аспекты в юриспруденции, в оказании услуг. Ну, раз он так вот этих поборников экономики достаточно резко обозначил. Но потом я ознакомился, писал рецензию на его комментарий к кодексу профессиональной этики адвоката. И вот там я ознакомился с его комментариями, касающиеся статьи 16. Вот статья 16, это все, о чем я вам говорил, об обеспечении, о гонораре успеха, все там прописано. И вот Юрий Сергеевич в своих комментариях раскритиковал вот эту всю статью 16 и написал, как должно было быть. И когда в 2013 году я открываю изменения, окончательные изменения в кодекс профессиональной этики, я вижу, что все, что критиковал Юрий Сергеевич, изменено в этом кодексе. Ну, понятно, что он принимал активное участие официально в изменениях. И значит, раз он высказал эту идею раньше, теперь я понимаю, что именно он инициатор перехода с благотворительной модели адвокатуры к экономическую. Может быть, я ошибаюсь, может быть и нет. Но я думаю, что это движение в верном направлении, в современном условии развития адвокатуры в России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...